всем привет с вами снова Артем и сегодня я хочу рассказать вам все что нужно знать о беговом марафоне итак начнем с самого главного рекомендую ли я бегать вам беговый марафон однозначно не рекомендую если вы не профессионал не зарабатываете на этом деньги то какой смысл портить ваше здоровье потому что марафон это даже у персоналов это два десять два двадцать два тридцать часов работы на пульсе выше далеко за выше среднего как преимущество беговый марафон он идет по асфальту что дополнительно влияет на наши связки на наши суставы позвоночника тут на всем поэтому если вы просто любитель на раз пробирать можно но для этого необходимо быть готовым итак если вы задаете вопросом стоит ли мне или когда мне стоит пробежать марафон я могу сказать сразу вам не стоит бежать в принципе потому что если вы задаете с таким вопросом значит вы к нему просто-напросто не готовы базовый уровень с которым можно в принципе по поводу проезжать марафон это час бега чтобы вы должны быть способны бежать как минимум час на пульсе ниже среднего и после этой пробежки вы должны чувствовать себя нормально то есть вас не должно быть не усталость ничего спокойненько могли бы пробежать еще столько же вот когда вот такой для такого уровня тренировок достигнете вот после этого уже можно говорить о пробежки марафона поэтому лучше проведите десятки если уж очень хочется выбрать побольше ну пробегите хотя бы половинку и желательно выбирать марафон не по асфальту а по гравию таких конечно очень мало но все же они есть до первого марафона не будет самый самый то итак если вы все-таки захотели пробежать ваша основная задача не умереть потому что 42 километра дистанция очень большая 40 км дистанция очень большая и за эти три с половиной четыре часа которые будете бежать с вами может случиться сколько все что угодно может не выдержать сустав может перепотеть печенку буквально все что угодно например у нас казани проводится марафон и не помню ни одного раза чтобы с этого марафона не возили кого-то на скорой бывали случаи что вообще люди просто умирали потому что и сердце просто не выдерживает нагрузки поэтому марафон это абсолютно не любительской дистанции вот то что сейчас люди массово начинают бегать бегут у 5 6 7 часов хотя если так посудить 7 часов на 42 километра это не это просто-напросто ходьбы зачем это нужно я не понимаю и в принципе не советую и так если вы все-таки хоть как-то подготовились и вы можете дать хотя бы один час нормальный темпе первое что вам нужно перестартом не лезьте в самую кучу событий я понимаю очень хочется ощутить энергию гонки залезть в начало группы пробежать но запомните все люди которые ну по крайней мере большинство который находится в первой половине пилотона эти люди которые в принципе довольно хорошо готовы и они сразу один высокий темп очень не хочешь ты тоже также будешь поддерживать этот темп потому что время старта одра не зашкаливает ты как бы ты не чувствуешь усталости и вот если ты ориентируешься на людей которые рядом с тобой который в принципе уровень выше и в жизни вместе с ними ты ментально догоняешь себя в красную зону самое главное и неприятное то что не чувствуешь что находишься в красной зоне и буквально за первый там тысячи там две тысячи километров 2000 метров вы можете просто исчерпать свои силы а извиняюсь осталось 40 километров впереди и что вы будете делать поэтому сам первое не надо себя чувствовать там кенис и бетели идет самый конец пилотона и сразу выбираем по сильным темпом ориентируемся по пульсометру а не по людям которые бегут рядом с вами на более-менее крупных барафонов обычно есть вкусмейкеры которые такие штучкой с флажком темпы бегут выбираете примеров по силе какой там по 6 метров там 7 минут на километр и бежите вместе с ними пробегаете кружок 42 километра если остались еще силы видео все там кушать и после этого возвращается спокойненько домой потом у вас будет целая неделя может быть даже две отходника и так второе а не хотим хорошую обувь профессионалы первую очередь бегают так называемых марафонках профессионалы и любители среднего и высокого класса обычно бегать марафон потому что 42 километра как говорили станции длинные тяжелые и точительные гаотичные килограммы даже лишние граммы абсолютно никого смысла не имеет это дополнительно отнимает за вашей силы это принципе не нужно но основная недостатка марафона то что они полностью облегчены у них это организации в носке обычно них небольшая амортизация пятки и если допустим у вас плохая техника бега и вы бегаете не правильно то есть втыкаетесь коленом как я показывал одно в своем виде может посмотрите вот здесь здесь наверное да если у вас неправильная техника в марафонку грубо говоря к концу дистанции подпрощаетесь с вашими коленями вот так же могут возникать проблемы с плесничным наденом позвоночника а также с голеностопом суставом потому что если связки всем лицо устанут вы будете уже бежать кое-как ногу поставил так ногу поставил сяк и в итоге вы по-любому либо подвернете ногу либо там на ровном месте просто получится раму поэтому я бы рекомендовал искать обувь на амортизации как в носке так и в пятке так и наверное третье самое главное не забывайте питаться перед марафоном ну можно скушать макароны потому что это запас углеводов всем давно известно задний перима форум тоже также на 1 ест и пасты до отвала мы тоже сами не пересердите потому что сижу джундук будет полный то очень быстро подходит печенку потом у вас пойдет горечь к верху и вы о забеге сразу забудете варенье бега не забывайте о гидрации потому что бег обычно у нас забеге проводится в довольно таки жаркую погоду и даже не жарко потому что также пить нужно обязательно пользуйтесь пунктами питания на полную с собой берите какие-нибудь легко своими ели и ни в коем случае не есть и курягу потому что время бега может у нас как бы тело сверху не сверх не трясется то же самое трясется на желудоке вот если вы начинаете кружескую рогу во первых вы ее нормально съесть не получится надо будет ли полностью ставить все сживать хорошо сживать об одной койках проглотить если вы пьете мало то у вас она банально застрянет в пищеводе и потом через какое-то время она будет усиленно вас спросить снаружи такой вариант тоже у вас пробежать весь марафон вряд ли получится поэтому лучше ограничить какие-нибудь энергетическими делами на вашего как хотите из питья можно ли просто воду но лучше пить какой-нибудь затонник потому что во время бега вы теряете спотом соль и обычно вода не не может восполнить потерянный запас соли когда у вас соль от себя черпается то вы сплотитесь с такой проблем как ваша мышца банально начнет сводить и выбирать дальше просто тоже дальше не сможете очень хорошо на последних кругах если конечно на пункт питания имеется это слушать соленой гуфе это прям будет очень идеальный продукт для окончания дистанции потому что соль уже очерпается это соленой гуфе как вы покушите есть даже ваши мышцы уже взял уколом то буквально через 500 метров у вас мышцы отпустят и вы сможете кое-как когда закончить дистанцию ну и наверно все хотя нет по темпу как я вам сказал начинаем с самого легкого темпа и стараемся поддержать его до конца дистанции для первого марафона будет более чем достаточно а когда вы почувствуете со временем что ваша сила повысится как бы ваша выносливость увеличится уже можете подумать по увеличению темпа либо запустим попробуй залезть вдох в руку продержаться какое-то время эти сними но об этом как на другой раз а сегодня все спасибо и посмотрите обязательно ставьте палец вверх обязательно подпишитесь берегите себя я пока